Никогда не используйте СПФ, потому что вы абсолютно уверены, что он вас защищает, а я вам сейчас докажу, что он не защищает, он наоборот приносит вашему организму больше вреда, чем пользы. Здравствуйте, меня зовут Марина Жигульская, и на этом канале мы учимся восстанавливать здоровье с помощью нутрициологии. Сегодня мы говорим с вами про загар, про СПФ и про то, сколько в этом вреда и сколько пользы. И как не пострадать ни от загара, ни от СПФ, мы расскажем в этом ролике, обязательно досмотрите до конца. Итак, давайте начнем с того, какие виды ультрафиолетовых лучей бывают. Существует несколько видов ультрафиолетовых лучей, но нас с вами интересует два. Это альфа и бета-лучи. Примерно 90% бета-излучения поглощается озоном, парами, там всякими, и практически не доходит до поверхности Земли и до нашей с вами кожи. А вот на альфа-излучение атмосфера влияет гораздо меньше, и поэтому все те лучи, которые мы получаем в качестве источника излучения, это альфа-лучи. Альфа-лучи не вызывают солнечные ожоги, их как раз вызывают бета-лучи. Но при этом альфа-лучи могут проникать вглубь кожи, и естественно, именно они способствуют преждевременному старению, повреждению кожи, и именно они доводят до, например, меланомы той же самой. А вот бета-лучи, именно они виновники красивого цвета кожи, загара, покраснения кожи. И именно бета-лучи заставляют нашу кожу синтезировать витамин D. Но они не проникают ни через оконное стекло, ни через одежду. И, конечно, оба вида лучей играют роль в озлокачествлении клеток нашей кожи. В этом месте мы уже подошли к тому, что безопасного загара не бывает. И вот как раз люди думают, так я СПФ пользуюсь. Чем опасен загар? Тем, что он, конечно, увеличивает риск базально-клеточного рака, риск меланомы, например, увеличивает тоже он, ну и там разные другие виды рака. Поэтому любой загар – это повреждение кожи через воспаление. И воспаление – это как раз вот это наше покраснение. И покраснение – это уже как бы конечный итог вот этого воспаления, которое нанесено нам ультрафиолетом. И вот нам рассказали, что есть такое волшебное средство СПФ, которое может нас защищать. На самом деле солнцезащитные средства создают мнимое ощущение безопасности. Есть разные средства, есть с химическими, например, фильтрами средства, которые использовать вообще не стоит, потому что они являются эндокринными разрушителями. Они накапливаются тоже в нашей коже. И вот смотрите, никто никогда не задумывается, что то, что мы наносим на кожу и потом подставляем под солнечные лучи, под прямое излучение просто, да, все это соединяется с нашим там спотом, с хлорированной водой, с соленой водой. И все это запаривается у нас на коже, и это, конечно же, имеет трансдермальное проникновение. Поэтому, помимо того, то от самых опасных вот этих вот альфа-лучей нет защиты, и они проходят через все. И солнцезащитный крем, и оконные стекла, и нашу одежду повреждают ДНК. Да, помимо этого мы еще наносим этот химический состав на свою кожу, который тоже малоприятного, ну, как минимум печени нашей, все это потом выводить. На самом деле солнцезащитные крема, когда вот степень защиты у них пишут, например, там, степень защиты у них какая бывает, там, 10, 20, 30, 40, 50. Это просто то время, которое мы можем пробыть на солнце. Например, мы обгораем, грубо говоря, там, краснеем за 10 минут. Так вот, с SPF 10 мы можем увеличить это время в 10 раз. Вот это время, увеличенное в 10 раз, мы все равно будем получать повреждения, но мы не будем получать покраснения. То есть альфа-лучи будут проникать, а бета не будут, которые вызывают покраснения, которые наименее опасные. И сейчас все больше доказательств, что загорать солнцезащитным кремом гораздо более опасно, чем загорать без него. Дело все в том, что за это время уже накопилось достаточно примеров, которые говорят о том, что загар с SPF увеличивает частоту заболеваемости всеми формами рака. В то же время надо понимать, что наша кожа не так уж и беззащитна, природа об этом позаботилась. И наша кожа имеет защиту от ультрафиолетовых лучей, и не поверите, это как раз тот самый загар. То есть когда мы загораем, помимо того, что мы получаем, конечно, повреждения и воспаления, и верхний слой кожи, то есть включается иммунная защита, и вот этот верхний слой кожи, который поврежден, он начинает у нас как раз вот облазить. То есть это те клетки, которые были повреждены, и организм их отторгает. И как обычно у нас это бывает тогда, когда началось повальное увлечение солнцезащитным кремом, когда люди мазали на себя просто по несколько слоев. Вы, кстати, даже обратите внимание, что когда бассейн в конце дня покрывается такой пленочкой как бы, то есть это вот эти все солнцезащитные крема, они оседают и в море, и в море не так их видно, и в бассейне. Прям видно эту пленочку, особенно если небольшой бассейн и много народа. Так вот, это увлечение пошло где-то в конце 70-х годов, и тогда, когда люди активно мазались и думали, что они защищены, недостаточно было данных, чтобы какие-то исследования провести, чтобы какой-то срез сделать. Сейчас, по прошествии времени, сделали этот срез, и оказалось, что рака кожи стало больше. И некоторые эксперименты показали, что применение СПФ коррелирует с увеличением рака кожи практически на 30%. То есть это говорит о том, что солнцезащитные крема не защищают нас от повреждений, мало того, они дают нам такое ложное чувство безопасности. Человек, намазавшись кремом, так бы он не вышел под прямые солнечные лучи, но намазавшись кремом, он думает, что он в безопасности и выходит. Гораздо лучше в часы максимальной солнечной активности просто уходить с солнца в тень, например, да, ну, конечно же, закрываться одеждой, безусловно, потому что хотя бы от ультрафиолетовых лучей класса В вы спасетесь, которые как раз вызывают покраснение, от лучей класса А это не спасает. И следить за тем, чтобы в вашем организме не было дефицитов витаминов и минералов, потому что иммунная система наша, это витамины и минералы, которые есть в нашем организме. Если у нас сплошные дыры, брехи и прорехи в иммунной системе, ямочки по витаминам и минералам, то, конечно, защитить она вас не сможет. Ну и вот вам еще одна занимательная статистика, о которой мало кто знает, но тем не менее ВОЗ уже подсчитал, что 11 миллионов человек в год умирает от того, что их рацион очень неправильно выстроен, то есть, грубо говоря, у них неправильное питание, что еще раз доказывает, что люди плохо себе представляют, что такое правильное и полезное питание, что такое тем более питание, подходящее для них, и отсюда, собственно, все проблемы, которые мы потом имеем и лечим у разных узких специалистов. И для того, чтобы вы разбирались в этой теме, для того, чтобы вы понимали, какое питание подходит для вас, я записала 4 бесплатных видео урока, в которых вы можете начать знакомиться со своим организмом и с пониманием того, что нужно конкретно вашему организму. Для того, чтобы получить эти 4 бесплатных видео урока, вы можете перейти по ссылочке в описании и начать выстраивать свой рацион, и восстанавливать свое здоровье благодаря этой начальной информации, которая проста в применении, но тем не менее очень мощные результаты в долгосрочной перспективе дает вашему организму. В этих 4 уроках мы разбираем желудочно-кишечный тракт, как происходит пищеварение, как помочь пищеварению, и мы говорим о том, как желудочно-кишечный тракт завязан с остальными нашими отдаленными органами и системами, и, например, как через желудочно-кишечный тракт мы можем лечить заболевания кожные или, например, заболевания щитовидной железы. Друзья мои, теперь вы все знаете про солнцезащитные крема, я очень надеюсь, что вы теперь будете взвешенно относиться к пользе и вреду, которые приносят нам те или иные средства, и будете понимать, что самая лучшая защита – это здравомыслие, а не то, что показывает вам реклама. Если это видео было для вас полезно, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на наш канал, потому что здесь мы много говорим про здоровье и постоянно делимся с вами той информацией, которую вы можете использовать здесь и сейчас. А с вами была Марина Жигульская. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok